В 20-й век у вас есть хворение. Почитайте. Граждане, послушайте меня. Мне покоя нет от фразы этой. Господи, ну как же ждёт ответа кто-то нашу глухоту венят. Граждане, послушайте меня. Может, речь его косноязычна и свою стеснительность кляня он молчит в компании привычно, а в душе, послушайте меня, может, в песне он чуть-чуть фальшивит, может быть, в стихах не всё путём. Но ведь должен кто-нибудь услышать, чем живёт он, что ночами пишет, как же мы простого не поймём. Каплю доброты обыкновенной искорку ответного огня. И, быть может, стихнет во вселенной тот из вечной вопль души сметенной. Граждане, послушайте меня. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну и вам век нужен. Да, да. Она посвящается уходящему веку. Ну, концовка как раз хорошая. Давайте на минуту замолчим. Проводим век, жестокий и прекрасный Что дал он нам, пока не очень ясно Но ясно, что мы потеряли с ним Одним он в радость был, другим не мил А в общем, не нарушил общих правил Он на заре мечту нам подарил А уходя, надежды не оставил Кромчался век Десятки тысяч дней какой-то небывалой карусели О, как мы за столетия поумнели Но стали на одну мечту беднее Я прожил с той мечтой полсотни лет Кто может упрекнуть меня в двуличье И если век кого обидел лично То у меня к нему претензий нет В смятении, с надеждой пополам Поверим наступающему веку Но не даст он счастья человеку Как знать, не позавидует ли нам Давайте же на минуту замолчим Уходит век Уходит наше время Мы остаёмся на земле Со всеми И всё-таки уходим Вместе с ним Давайте же минуту Помолчим Спасибо 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 Спасибо